Мотостронг 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 Этот автомобиль выпускали в кузове хэтчбэк, седан и купе. Купе для американского рынка. В отличие от своих корейских и немецких конкурентов, Цивик не балует выбором двигателя. Все Цивик сделаны буквально как под копирку. Зато хэтчбэк выглядит восхитительно и футуристично даже в 2022 году, а седан это практически всегда экономичный гибрид, который научил своих владельцев не бояться ездить на автомобилях с тяговыми батареями в багажнике. У нас тут уже прозвучало немало спойлеров, которые дают понять, что Хонда Цивик восьмого поколения это надежно. Действительно, владельцы, то есть поклонники этих марок пересаживаются со старой модели на более новую, потому что полностью ей доверяют. Но у нас есть много информации по этой машине. Сейчас мы расскажем вам про все ее реально слабые места и эксплуатационные особенности. Поверьте, здесь есть о чем поговорить. Поклонники Хонда Цивик восьмого поколения считают самым слабым местом этого автомобиля – это коррозионную стойкость кузова. Действительно, снаружи коррозия появляется на кромках задних арок. Причем источник растет изнутри. Еще неприятные вспучивания появляются на панели крыши сразу над лобовым стеклом. Но здесь у нас крыша стеклянная, поэтому показать ничего не получится. Также коррозия появляется вокруг лючка заливной горловины, также на порогах, а также на стыке деталей каркаса дверей. В общем-то, любой участок с отколотой краской становится жертвой жуков после воздействия реагентов. Обязательно нужно следить за состоянием днища и за колесными арками. Там коррозия развивается наиболее интенсивно. В труху готовы превратиться задние усилители. Ну, типа лонжероны, к которым крепятся продольные рычаги задней подвески. Вообще антикоррозионная обработка днища Honda Civic 8-го поколения – это обязательная процедура, если машина эксплуатируется в наших условиях, где не жалеют ни соли, ни реагентов. Периметр кузова этого хэтчбека защищен вот такими пластиковыми накладками, как будто это кроссовер. Так вот, эти пластиковые накладки не выдерживают силового контакта. То есть при контакте с бордюром, либо же при контакте с грунтом, они могут немножко отщелкиваться. Также могут отщелкиваться, если вы, например, въедете в сугроб. Все эти молдинги не трескаются снаружи, а лишь отламываются их крепежные пистоны и отформовки под них изнутри. Вообще, по-хорошему, вот эти накладки надо менять на новые. Но есть куча народных способов. То есть это двухсторонний скотч, клей, печать пистонов на 3D принтере, а также шурупы, винты, гайки и так далее. Передняя люстра у этих машин мутнеет со временем. Мутнеет снаружи, поэтому это можно убрать полировкой. И еще отметим низкий клиренс этих машин. Проблемы с этим возникают при езде по пересеченной местности. Следы от грунта, да и от бордюров остаются на нижней части бампера. У многих хэчбэков наблюдалась и наблюдается проблема с появлением воды в багажнике. То есть, если постоянно мокрый пол багажника, а также видны капли вот здесь в задней части стекла, то, скорее всего, причина вот в этом прикрепленном к заднему стеклу спойлере. Вода сочится вот сюда. Достаточно взять герметик и проклеить все вдоль заднего спойлера, и тогда проблема решена. Ну, а если вода попадает в нишу там, где запасное колесо, то туда она попадает разными способами. Стоит проверить уплотнение задних фонарей с кузовом. Также стоит проверить уплотнение жгутов проводки задней двери, а также стык между панелью крыши и проемом задней двери. Кроме того, за обшивками багажника на уровне ниже задних фонарей немало технологических отверстий, которые прикрыты заглушками. Так вот, если заглушка пропадает, то вода в нишу багажника попадает через отверстия. Штатные упоры багажника, как оригиналы, так и заменители, слабоваты. Их усилие на открытие недостаточное. Сюда идеально подходят упоры от Citroёn C4 Picasso по 20 долларов за штуку. Иногда на этих машинах встречаются глюки стеклоочистителей. При включении режима одиночного взмаха дворники продолжают работать в течение, ну, например, минуты. Если случилась такая проблема, то надо снять всю трапецию, снять пластиковую крышку редуктора и почистить там контактный диск. По этому диску система видит положение дворников. Глюк появляется в тот момент, когда система слепнет. А если контакт совсем пропадет, то дворники не будут работать. Но всё это поправимо. Надо просто убрать с контактного диска лишнюю смазку и грязь. В комплектациях с сервоприводом складывания зеркал этот механизм иногда перестаёт работать. А перестаёт работать из-за того, что перекарает предохранитель в блоке управления сервоприводом. Этот блок в виде небольшой коробочки находится прямо в зеркале. На дорестайлинговых машинах можно перепаять этот предохранитель, то есть впаять новый. А вот на дорестайлинговых машинах предохранитель находится глубоко в самом блоке с заливкой герметиком. Поэтому добраться туда сложнее. Кстати, можно установить блок от дорестайлинговой машины. На многих Honda Civic заскрипел вентилятор системы вентиляции из-за износа подшипников вала его мотора. Новый такой вентилятор стоит 100 долларов. Есть заменители. Кстати, в эту машину подходит вентилятор от Jeep Wrangler и его заменители. Расположенный сверху передней панели монохромный дисплей иногда перестаёт показывать некоторую информацию. А причина в том, что перестают работать некоторые его сегменты. Эта проблема лечится достаточно просто пропайкой контактов в его электронной плате. Буквально на всех Honda Civic появляется проблема с аудиосистемой. Сначала все сегменты экрана загораются. Затем появляются щелчки в динамиках. А всё это дело заканчивается самопроизвольным выключением и включением автомагнитолы. Эта известная проблема на сегодняшний день хорошо лечится у специалистов. Надо просто перепаять несколько деталей на плате магнитолы в цепи питания аудиопроцессора. Фирменная эмблема Honda на рулевом колесе очень быстро протирается. То есть хромированный слой стирается и становится виден пластик цвета слоновой кости. Дело в том, что такого результата можно достичь раз в 10 просто протереть эту эмблему тряпкой. Но проблем нет. Всё это решается. Замена эмблемы, которую можно заказать из Китая. Таким же образом можно поступить и с потертыми деталями рукоятки ручного тормоза. Двигатель Honda Civic подвешен на трёх опорах. Две верхние опоры выглядят как тяги и у них есть демпферные сайлендблоки. Стоимость таких опор 130 и 190 долларов. А вот нижняя опора гидравлическая и стоит 200 баксов. Заменителей предостаточно, но среди них нет деталей надлежащего качества и с хорошим ресурсом. Либо их демпферы лопнут раньше времени, либо вибрации на кузов от работы двигателя будут слишком сильные. Кстати, с целью экономии умельцы покупают не самую подходящую опору от двигателей BMW, а также мастерят гидравлическую опору нижнюю на основе опоры для двигателей Peugeot. Ну а теперь о двигателях. 90% экземпляров хэтчбеков и седанов выпускались именно с этим двигателем объёмом 1,8. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора. Так вот, этот двигатель практически вечный. Он умирает только из-за поддельного масла, а также из-за перегрева, который случился из-за недосмотра владельца. Но есть некоторые моменты. Про опоры двигателя мы уже рассказывали. А также стоит при пробеге в 200 тысяч километров отжалеть 250 долларов на оригинальный гидронатяжитель ремня навесного оборудования. И доверить эту работу квалифицированному специалисту, чтобы не было вопросов с откручиванием крепёжного болта. И чтобы потом этот болт где-нибудь не обломался в пути. Цепь привода ГРМ служит порядка 300 тысяч километров. А вот тепловые зазоры надо регулировать каждые 70 тысяч километров. Тепловые зазоры регулируются с помощью отвертки и гаечного ключа. Все остальные Honda Civic 8-го поколения, но только в кузове седан, оснащаются гибридной силовой установкой. На основе 1,3-литрового бензинового двигателя с 8-ю свечами зажигания. Вместо маховика там электромотор, а момент на колёса передаёт вариатор. Гибридная система по-японски надёжная. При покупке и эксплуатации этого автомобиля можно продиагностировать каждую ячейку высоковольтной батареи. То есть просевшие ячейки можно прокачать, а убитые можно заменить. Если вы захотели купить такой автомобиль, то в интернете есть очень много советов. Советы простые. Как сделать так, чтобы батарея прослужила дольше? Советуем почитать. Ну, а других силовых агрегатов Honda Civic 8-го поколения у нас практически не встречается. Да, где-то ездят двухлитровые турбированные Type R, а ещё реже встречаются дизельные версии с 2,2-литровым мотором. Короче, едем дальше. Хэтчбеки Civic 8-го поколения оснащались роботизированными трансмиссиями. То есть это та же механика, только передачи переключают сервоприводы. Так вот, эта трансмиссия не отличается ни расторопностью, ни ресурсом. Не переносит агрессивную езду, а также не переносит пробки. То есть может спалить сцепление в пробках. Поэтому лучше сами ставьте нейтраль в пробках. Со временем в электромоторах актуаторов изнашиваются щётки. И после этого передачи будут выключаться на ходу. Также из-за неисправности актуаторов двигатель может не заводиться, но он обычно оживает после снятия клеммы с АКБ. В этой трансмиссии надо почаще менять масло, чтобы не столкнуться с более серьёзными проблемами. А вот Honda Civic 8-го поколения с АКПП – это только седан. Так вот, это пятиступенчатая АКПП с гидротрансформатором, но никаких планетарных передач там нет. Эта трансмиссия разработана Honda и представляет из себя гибрид АКПП и механики. Но ничего не бойтесь, трансмиссия работает долго и она надёжная. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Также этот автомобиль ещё комплектовался и обычной МКПП, но никаких проблем с ней нет. Меняйте масло чаще. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «Автостронге» вы можете купить не только БУ, но и новые запчасти. Так что обязательно звоните нам, пишите в мессенджеры и заходите на наш сайт. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Подвеска Honda Civic 8-го поколения жёсткая, простая и очень надёжная. Тяги переднего стабилизатора, да и втулки выхаживают по 80 тысяч километров. Тяги стабилизатора обойдутся в 60 долларов, а втулки по 9 долларов штука. Оригинальный рычаг передней подвески обойдётся в 430 долларов. Но его шаровые и сайлентблоки выхаживают не менее 200 тысяч километров. Есть, естественно, заменители. В 3-4 раза дешевле. По оригиналу можно купить вот этот задний сайлентблок. Цена 160 долларов. Но есть лицензионные заменители. В 3-4 раза дешевле. Опорные подшипники амортизационных стоек способны пройти всё те же 200 тысяч километров, так как имеют приличный размер и хорошо защищены от влаги и грязи. Так вот, оригинальный такой подшипник обойдётся в 80 долларов. Не так уж редко на Civic 8-го поколения при пробеге до 200 тысяч изнашиваются полуоси. Как их шрусы, так и шлицы с наружной стороны. Это очень недешёвая деталь. Дело в том, что стоимость оригинального привода может достигать тысячи долларов. Отдельно оригинальные шрусы стоят по 300 долларов. И есть небольшой выбор заменителей. Рулевая рейка на этом автомобиле начинала стучать при пробеге в 150 тысяч километров. Но ничего криминального и дорогого в этом нет. Ремонт стандартной замены втулок. Причём на правую сторону лучше ставить бронзовую втулку. Она значительно увеличит ресурс рейки, чтобы она эксплуатировалась без стука. Задняя подвеска Honda Civic создана на основе скручиваемой балки. Два её сайлентблока по оригиналу отдельно не продаются, но служат очень долго. И если надо будет их поменять, то на помощь придёт хороший неоригинал. Задние пружины на Honda Civic слабоваты. Они рано и глубоко проседают, но не выдерживают они вес от груза и пассажиров. Их стоит заменить на пружины от американской версии Civic Si. И также в пару к ним можно поставить оригинальные амортизаторы от той же версии. В целом, Honda Civic – это надёжный автомобиль без страшных недостатков и даже без явных мелких проблем. Двигатели не намекают на капиталку трансмиссии. Надёжная подвеска проста. Единственное, что следите за кузовом, чтобы ваша машина сохраняла опрятный внешний вид. В целом же, Honda Civic 8-го поколения – это тот автомобиль, который пройдёт сотни тысяч километров, нуждаясь только в замене расходников. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные и классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарии. И также поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда было, есть и будет компания «АвтоСтронг-М». «АвтоСтронг-М».